Празднование дня села Молокова начались еще ранним утром, когда сотни людей вышли на один из местных стадионов. Но не просто на прогулку, а на парад колясок. Мы решили провести традиционно парад колясок на территории пригорода Лесное. В этом году жителей гораздо больше, вы сами можете увидеть, потому что откликнулись и на коляски, и на мастер-классы. Поэтому у нас будет первое мероприятие, которое открывает наши большие праздничные мероприятия. Чего здесь только не было. И печь, и букет цветов, и скорая помощь, и даже Красная площадь. И все это сделано на основе обычной детской коляски. Буйство фантазии ничем не ограничивалось. Можно было даже в космос полететь. Мы долго выбирали, долго думали, но так как мальчик наш долгожданный, у нас две девочки и третий мальчик, и мы решили, что он будет космонавтом. Ну что с космонавтом, а дочкой кем ты хочешь стать? Кем ты хочешь стать? Доктором. А в космос хочешь полететь? Да. В космосе доктор тоже нужен. Потрудилась на славу, и семья Яковлевых на красочную композицию «Дети. Цветы жизни» ушло много кропотливой, но очень творческой работы. Примерно один цветок мы делали около одного дня. Ну вот недели три, наверное, делали. Сколько тебе надо? А давай сцепь не уходить, давай? Ну, если честно, она будет стоять и красоваться у нас до следующего праздника. На смену коляскам пришли машины. В этом году традиционный конкурс «Автоледи» собрал почти полтора десятка представительниц прекрасного пола. Сегодня у участниц женского авторали небольшое дежавю. Задачи здесь такие же, как когда-то при сдаче экзамена в ГАИ. Сначала теоретическая часть, а потом важно показать свои навыки вождения непосредственно на дороге. Заезд в бокс, параллельная парковка, змейка – все эти упражнения необходимо сделать быстро и, конечно, с ювелирной точностью. Юлия Клюева была за рулем одной из самых мощных машин и, несмотря на габариты, справилась с маневрами блестяще. Если вспомнить мое детство, и когда папа 8 лет научил меня ездить на тракторе, то для меня пересесть, ставшим более взрослым, пересесть на трактор большого, более-меншего размера – нет, нетрудно. Маленькая машина для меня как-то не машина. За плечами у Анны Семичевой 10 лет водительского стажа на дороге. Она чувствует себя уверенно, а на конкурсе так вообще прокатилась с азартом. Было легко. Трасса, в принципе, ну каждый год я, во-первых, участвую почти каждый год. Трасса периодически меняется. Но, в принципе, было все нормально. Боялась ехать первой, потому что тяжело, но ничего, справилась вроде как. Справились с волнением и показали прекрасные результаты почти все автоледи. И по признанию участниц, главное здесь не победа. Девчонки, конечно, молодцы у нас. Они, некоторые участвуют у нас не первый год в данных соревнованиях. Соответственно, год от года все лучше и лучше. Я думаю, скоро все будут призерами. В течение дня в Молокове проходили различные мероприятия. Завершился же вечер праздничным салютом. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.